Друзья, добрый день! Мы вновь ведем свой видео обзор из углического района Ярославской области. Значит, сегодня мы едем в деревню Ульянова. Это, можно сказать, деревня, находящаяся в черте города. То есть, вот мы проезжаем углический завод минеральной воды. Там внизу есть источник. Ну, в принципе, та самая углическая вода, которая продается в магазине, можно набрать ее в этом источнике. Только единственное, она будет не газирована, а именно минеральная вода, пожалуйста, в свободном доступе. Маленькое отступление от темы. Ну, теперь по самому участку, по месту расположения. Вот участок, как уже было сказано, находится в черте города. Ну, вот буквально сейчас осталось там 300 метров и будем поворачивать направо. То есть, вот мы сейчас едем, это левобережная часть города Углич. В основном, не в основном, а всего лишь одна частная застройка. То есть, тут нет многоэтажек, нет многоквартирных домов, одни частные дома. Вот. И, значит, как видно, вот стоят автобусные остановки. Вот здесь мы поворачиваем направо. Так, туда дальше прямо пошел автобус, городской автобус, который ходит по обычному городскому расписанию. То есть, говорит о том, что хорошее сообщение с городом, помимо того, что меж, как сказать, помимо рейсовых автобусов, ходит и автобус городской. Ну, конечно же, вот до сюда уже он не идет, он остается там, где мы свернули. И сейчас мы вот едем по частному сектору города Углич, левобережной части, и плавно въезжаем в саму деревню Ульянова. Вот. Впереди виднеется река Корожечна, это приток Волги. Деревня Ульянова расположена именно на самом берегу этой реки. Вот. И видно, что здесь ведется просто интенсивная застройка. Это уже такой маленький пригород Углича, наверное, так можно назвать. Давно ее не было, кстати говоря, даже деревню не узнать. Не узнать. Не узнать деревню. Ну, это, в принципе, и понятно, что выделяют эту деревню из многих. Конечно же, в первую очередь, это ее удаленность, что она находится, можно сказать, как уже было сказано в черте города. Второе. Деревня газифицирована. Здесь есть природный газ. Ну и, конечно, это берег реки. То есть вот эти три фактора, которые делают эту деревню, ну, на мой взгляд, очень и очень интересной. Потому как можно здесь спокойно проживать в своем доме. С одной стороны, пользоваться всеми благами деревни. Имеется в виду и экология, и доступность к реке, и эти коммунальные платежи по сельхоз, скажем так, тарифу, по деревенскому тарифу. Это, ну, как известно, что это дешевле. Ну и в то же время быть неотрезанным от цивилизации, от города. Можно будет всегда добраться, даже без автомобиля. Ну, деревня, видно, что заброшенных домов нет, но их здесь и быть не может. Пляж не загорожен. Будем вот констатировать факт. Люди купаются. Едем теперь к участку. Непосредственно к участку, к самому. Вот мы стоим сейчас на дороге, и это получается вот заезд на участок. Да, вот тут 3.90 по кадастровой карте. Угу. Я даже тебе чуть звонила, уточни. Угу. Ну, вот я не знаю, вот сейчас этот Батошкин Валера делал. Я говорю, слушай, ты померишь, чтоб четыре было. А то он графа построил дома, у него там 2.80, газ не кидают. Не знаю, как решать эту проблему вон туда, на реке. Ага. Вот, идем теперь прямо. Ну, это получается заезд на участок, в общем, четыре метра. Да, четыре метра. Четыре метра. Вот он идет проезд. Ага. Ну, это у нас получается уже, там третья линия ведь будет, да? Третья, да. Вот на третьей там тоже уже стройка идет. Третья линия. Так, ну, а вообще деревня-то ведь жилая, да, у вас получается? Да, ну, вот живем. Там сколько вот домов-то всего в деревне? Ну так. Домов, вот у меня в кооперативе 40 человек. До Китоне все на газ, на проведение. Домов 50 у нас уже. Около 50 домов. Ну и там новой застройки много, вообще деревни даже не узнать было. Да. Тут не был, ну, не знаю, может год-два там. Да. Этот, как его, значит, в основном, ну, местные, да, или кто? Или москвичи? Ну, мы местные. Местные москвичи. Ага. Ну, я к тому, что все приезжают, да, а потом остаются здесь жить. Нет, ну мы-то это. Вот, вот мой участок, вот этот вот. Вот, вот 52-й, вон туда он, как сказать. И вправо, да? Прямо вот так вот. Прямо. Он прямой такой. Угу. Он, как у нас вот идет, форма так? Двадцать с половиной. Да он прямой. Двадцать с половиной. Двадцать с половиной уже поэтому, да? Да. Вот смотрите, вот здесь вот, как бы он и с того, если пролета проезжать, тоже здесь проход, как бы коридор. И туда вот у нас коридор. То есть он у меня где-то здесь вот начинается, немножко чуть подальше. То есть вот этот коридор. Туда есть? А ширина, длина? Двадцать три метра. Так и так сто. Ага. Двадцать три ширина и сто длина. Ну, грубо говоря. Примерно вот так вот. Ну, как бы прямоугольная форма. Прямоугольная форма. Вообще этот хороший участок. Так, ну, в принципе, да, все понятно. Там все, значит, кадастровый номер, описание. Все это будет под видео. Но оно немножко вышло. Потому что я хотела тут дом строить. А пришлось вон там мне построить на другом участке. Из-за того, что... Главное, чтобы был подъезд. Вот как бы самое основное. Вот этот подъезд и вот следующий подъезд. Между этим, вот здесь участок, тоже вот коридор. Потому что как бы вот я езжу через тот участок и вон туда подъезжаю. Как бы оставлено для подъезда. По планировке, вот здесь многодет мы выдали. И вот так подъезд туда идет. Вот прям на карте это там есть. Все, все. Так что, ладно. Подъезд основное. Ну, а вот такой вопрос. Вот, например, значит, человек покупает участок. Вот ему какие действия нужно произвести, чтобы у него был газ на участке? Что ему нужно сделать? Двадцать тысяч только в кооператив. В кооператив. А еще? И теперь двадцать шесть четыреста пятьдесят. Вот труба вот здесь проходит. Угу. Чтобы человеку подвезти на границе участка. Нужно в горгаза платить двадцать шесть четыреста пятьдесят. Угу. Дешевле, чем в городе. Там сорок тысяч. Угу. Ну, тут по деревенским расценкам, наверное, да? Теперь сюда входит проект. Угу. Прокопают. Трубу проложат. Выведут вот этот вот гусенок. Угу. Чтобы подключаться. Это самое. Дальше. То есть заведут трубу на участок. Труба будет на участке, да? До границы участка. А, до границы участка. А. По границе участка, по границе участка, уже мы другой проект делаем. И это самое. И по дому делаем проект. И там уже. Ну, в зависимости, где будет стоять дом. Где там, то есть какой метраж. Сколько метров. То есть все. Всего 46 тысяч. Всего 46 тысяч рублей. Эта труба будет, ну, до участка. А потом уже там, в зависимости от дома. Где будет дом стоять. Да. Дорога сейчас у нас. Пока не можем ее сделать. Почему? Потому что. Это дорога. Смотрите, там сейчас газопровод. Труба проложена. Да. И мы должны к этому газопроводу. Вот он лежит вот здесь. Подсоединиться. Подсоединиться. Вот это все будет перекапываться. Угу. А будет этот, как вот, дренажные канавы, да? Потому что этого ведь нет. Она раскисает, наверное, весной. Да. А с водой у нас, смотрите, какие. Каждый. Либо колодец. Да, колодец. Вон там стоит колодец общественный. И вон там колодец. Ага. Сейчас они требуют ремонта. Написала в ЖКХ в это самое письмо. Этот упал. Значит, его будут ремонтировать. Вот этот почистят. Всего два колодца. Так вот, если у меня два дома, у меня две скважины. У кого-то... Ну, свои делают на участке, да? Свои. У колодца скважины на участке. Залегает вода 5-6 метров. Ну, то есть рядом. Если копать колодец, можно докопаться, вообще не докопаться, перекрываться вот это жило. А если скважину, вот 5-6 метров хоть залейся водой. Мы сейчас вот как раз разговаривали со старостой деревни. Она же является и собственником данного участка. Так что, ну, надеюсь, что все понятно и ясно. Вот. И хочется еще отметить, что все вот эти организационные вопросы, конечно, решают когда человек из деревни, староста. Это, конечно, ну, безусловно плюс. Потому что, ну, вот слышали сами с электриками проблемы были там и с газом. Вот сейчас вот там проблемы какие-то с подъездами. То есть все это, конечно, должен решать человек. То есть если некому будет решать эти вопросы, они просто-напросто будут решаться очень-очень медленно. Вот. Ну, в общем, так все понятно по деревне, по участку тоже, надеюсь, все понятно. Если будут вопросы, всегда на связи. Описание будет под видео. Ну, и до новых встреч.